Привет, друзья! Привет, мои дорогие предприниматели! Ну, рассказывайте, сколько вы платите налогов. Кто-то платит 6, кто-то 15, кто-то все 40. А если я вам скажу, что можно платить 1%, а может вообще 0? Если вам интересно, после короткой заставки я вам расскажу, как платить 0%, если вы ИП. Для начала я хочу поблагодарить всех, что вы подписываетесь на канал. Это очень помогает продвижению роликов и, в принципе, самого канала. Друзья, а вот кто знал, что в соответствии с налоговым кодексом для индивидуальных предпринимателей может применяться ставка 0 по налогу? И это касается индивидуальных предпринимателей, которые работают на упрощенной системе налогообложения и тех, которые выбрали патентную систему налогообложения. Если вы не знали, то я вам расскажу, что налоговым кодексом определено, что если индивидуальный предприниматель только зарегистрировался в первые 2 года своей деятельности, он может применять налоговую ставку 0. Конечно же, есть особенности. Особенности следующие. Это не действует в любом регионе. И в каждом регионе есть особые правила для освобождения от налогов. Но перечень этих регионов огромная. Я его даже распечатал. Ну, вот можете посмотреть. Если посмотреть на листы А4, это вот такой огромный перечень. Могу так зачитать. Республика Адыгея, Республика Алтай, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область. Ну, список огромный. Даже Москва относится к тем регионам, где могут быть льготы. И эти льготы предусмотрены с 2017 года. Изначально программа была на 2 года. Но позже правительством каждый год продлевалось действие этого закона. И сейчас льготы действуют до 2024 года. В связи с пандемией их продлили. Для того, чтобы вы для себя понимали, в Москве по каким видам деятельности можно получить налоговые льготы. Я вам прям зачитаю. Есть закон города Москвы номер 10. И в нем определены виды деятельности, по которой применяется налоговая ставка 0. И вот если вы работаете на упрощенной системе налогообложения, и виды предпринимательской деятельности, которые вы осуществляете, например, текстильное производство, производство одежды, многие сейчас этим занимаются, производство готовых металлических изделий, производство офисного оборудования и вычислительной техники, производство мебели, производство спортивных товаров. Вот при осуществлении видов деятельности, их всего 25 по Москве, вы можете применить ставку 0 на УСН. Также, если вы на патенте, вы также можете применить ставку 0, то есть не платить за патент. Представляете? К примеру, ремонт, окраска и пошив обуви. Это все в Москве. Изготовление и ремонт мебели, ремонт игрушек, ну и огромный перечень. А в регионах, как правило, перечень этих видов деятельности намного больше. А вы меня сейчас спросите, как же применить, почему все это не делают? У меня тоже такой вопрос. Вы можете в конце года, при подаче декларации по УСН, просто указать, что вы использовали налоговую ставку 0. Не забывайте важный момент, что эту льготу можно использовать только 2 года, то есть 2 налоговых периода с момента регистрации. Если у вас раньше было ИП, вы его закрыли, через какое-то время опять открыли ИП, вы уже не сможете воспользоваться этими льготами. И важный нюанс, что льгота по ставке 0 применяется только в отношении 70% вашего дохода. То есть все-таки 30% вашей деятельности вы должны в общем порядке сдавать декларации и платить налоги. А в отношении остального объема дохода вы применяете ставку 0. Есть еще 2 ограничения. Первое – это численность ваших работников. В каждом регионе она разная, может устанавливаться местным законодательством, но, к примеру, в среднем по стране 5 человек – это численность работника, которое является ограничением по применению льготной налоговой ставки. Также есть ограничения по обороту. В каждом регионе это ограничение также устанавливается по-своему. Поэтому, если вы решили применить эту налоговую ставку 0, то есть это налоговая льгота, выясните, какие ограничения в вашем регионе и применяйте эту ставку с учетом этих ограничений. Не переходите за оборот определенный и не нанимайте большее количество сотрудников. В описании к этому видео мы прикрепим ссылку, где вы можете посмотреть, какие регионы попадают по льготы и какие законы действуют в этих регионах, которые регулируют эту деятельность. Вы сможете пройти, посмотреть и каждый к себе применить. Друзья, не забывайте ставить лайк под этим видео. Если вам интересна тема предпринимательства, заходите в отдельный плейлист, где есть вся информация про налоговые проверки, про налоги, про то вообще, как зарегистрироваться. Очень много полезной информации. Ну и, конечно, если в вашем бизнесе есть какие-то вопросы, обращайтесь в мою компанию, мы с удовольствием вам поможем. С вами был юрист из будущего, Самбат Алиханян. Всем пока!